Есть одна такая вещь. Они, учитывая, может быть, невнимательность к делам со стороны Радио Хабирова, провернули такой выгодный бизнес с захватом сети билбордов вдоль республиканских автотрасс, для чего протащили свою инициативу через одобрение главой на ВКС. И, кстати, это произошло в аккурат перед выборами в Госдуму, когда дорожные рекламные щиты были особенно цене, и поговаривают люди, знающие, что вот этот проект или вот это право контроля над билбордами вдоль дорог и по сей день переносит дивиденды. Но я думаю, что и часть, может быть, и в Испанию уходит. — Безусловно. Тут ведь вот для этого как раз нужен был и Ульчев, и Разумикин. И вот ты сказал, что Хабиров там уделяет недолжное внимание, уделял там их проделками, может, там просмотрел где-то, что они там делают. На самом деле, я полагаю, что это не так. Вот здесь надо просто трезво оценивать цели и задачи. Если упростить ситуацию, то пришел Мурзаголов с идеей, а давайте мы возьмем под контроль билборды, вот так-то, так-то и так-то. И это нам даст определенные возможности во время избирательной кампании, в первую очередь даст контроль, и мы не дадим там конкурентам куда-то пойти. — Нет, на ВКС, помните, говорили о неэффективном использовании... — Понятно, что потом-то это все, я имею в виду, кулуарно это звучало так, а потом на людях это прозвучало, что там ужас, бардак, не учеты и без налогов, и вот мы наводим порядок. Они же везде наводят порядок. То есть их беспорядок не интересует, их интересует только порядок. Соответственно, вот, благие намерения были выставлены на всеобщее обозрение. К тому же Хабирову было предложено эффективный способ взять под контроль вот этот вот источник информации перед выборами. А тут, собственно, сошлись все интересы. А то, что кто-то извлек из этого конкретную личную выгоду, на это просто закрывались глаза. И прекрасно Хабиров понимает, что кто-то где-то что-то там себе подзаработает на этом всем. Но его-то цели и задачи были более грандиозными. У него стоит государственная задача провести выборы, не допустить конкурентов, обеспечить Единой России большинство. Да плевать он хотел, что кто-то там какой-то миллиардик заработал себе и часть из него в Испанию отправил. Заработал. То есть, ну, я беру это слово в кавычки, конечно, да. Дело в том, что эти белборы работают каждый день. Естественно, естественно. А то, что это осталось на потом, ну что же, ну так бывает. Понимаете, лес рубят, щепки летят. Так вот устроена вот эта система, где, ну, высшие задачи для них, высшие задачи, вполне себе оправдывают какое-то злоупотребление, какие-то проблемы и какие-то, значит, там проделки мелких чиновников. Ну вот теперь эта сладкая парочка наверняка не осталась в стороне от предстоящей приватизации телевизации компании. Я уже, да, говорил, что наверняка они тоже хотят. Там две частоты, Юлдаш, Радио, 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 Радио и Радио и Спутник ФМ. Это радио, которое влезает практически в каждый дом на селе. Это очень большой сегмент рекламного поля. И наверняка то, То, что телерадиохолдинг опять выставлен на приватизацию, наверняка причина не в студии, не в камерах. Это все железо, возможно, стоит не так уж и дорого, по большому счету. Но вот такие две частоты радио, это, ну, я не знаю, может речь идти о десятках миллионов долларов. Я вполне допускаю, что это так. И вот это удивительное открытие и для меня, и для наших слушателей и зрителей в том, что оказывается внутри вот этой вот всем известной оболочки под названием ГТРК Башкортостан существуют какие-то подразделения, вот эти вот радио Юлдаш, радио Спутник ФМ, которые оказываются очень рентабельны, которые приносят действительно существенные дивиденды. То есть просто городские жители, может быть, там и как-то с иронией относятся к этому, но на периферии источников информации существенно меньше. Есть у нас очень много территорий, где интернет толком не работает, и многие спутниковые телевидения поймать нельзя и прочее, прочее, но у людей, например, денег на это нет. Продолжение следует...